Карагандинские студенты не поедут в США. Учащимся вузов был отказан в визе по программе Work and Travel. По непонятным причинам не у дел остались 40 студентов. Амина Смакова с подробностями. А родители нам объяснили, где мы в стране? Я бы вас попросила просто по телевизору. Студенты оформляли документы через усть-каменогорскую фирму, связь держали через интернет посредством онлайн-конференции, оформляли документы для получения визы. Однако перед отъездом компания заявила, что в визах отказаны. Нам по телефону объяснили, что это в связи с терактами, что Госдепартамент США по работе с иностранными студентами, как нам сказали представители данной фирмы, без объяснения причин отказал. Ну то есть такого невозможно, как это без объяснения причин можно отказать. Сроки вышли. По словам родителей, даже если детей пустят в США, то временные рамки программы Work and Travel студенты не укладываются. В качестве утешения участникам программы были предложены двухнедельные курсы английского языка. Две недели в Англии взамен трех с половиной месяцев в Америке. Языковые курсы, которые они собираются предложить, в общем-то, это тоже не альтернатива, я считаю, не выход. Это гораздо дороже и гораздо меньше. То есть если бы в Америке она пробыла три с половиной месяца, то языковые курсы максимум две недели, кажется, насколько я понимаю. И стоимость где-то порядка та же. То есть мне предлагали с одной фирмы отправить в Англию на языковые курсы 1700 евро. Две недели. Родители опасаются, что им попросту могут не вернуть деньги за оформление документов и покупку билетов. Суммы, по их словам, внушительные. Амина Смакова, Марат Култенов, Первый Карагандинский.